Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Ближе к звездам в Самарской области Роскосмос подписали стратегическое соглашение. Есть такая профессия – своей жизнью ради других рисковать. В России отмечают День спасателя. Выбился в лидеры. Самарский политехнический университет вошел в тройку лучших по стране. Еще больше огней. В Самаре иллюминации украсили более полутора тысяч деревьев. Строгий дресс-код в программе вечера «Полонез и вальс». В музее Алабина прошел новогодний бал «Маскарад». Самарская область и Роскосмос становятся стратегическими партнерами. Об этом говорится в соглашении, которое подписали в Москве губернатор Николай Меркушкин и глава госкорпорации Игорь Комаров. Документ предусматривает сотрудничество в интересах социально-экономического развития региона. Самарский РКЦ «Прогресс» является ключевым предприятием отрасли, а ракета «Союз» – основным носителем во многих космических проектах. Как отметил глава Роскосмоса, не случайно первый пуск космодрома «Восточный» также состоялся благодаря Самарскому заводу. Особое внимание в подписанном соглашении уделяется внедрению новых образовательных программ. Роскосмос будет принимать участие в развитии Национального исследовательского университета имени Королёва и комплекса «Гагарин-центр». Кроме того, специалисты смогут рассчитывать на получение стипендий и грантов, а также на участие в профильных олимпиадах и конкурсах. Космическая отрасль для нас – это наше лицо во многом, прежде всего. И там очень много людей наших работает, и наши молодые люди многие очень свое будущее связывают с этой отраслью. И работа совместная наша, она, конечно, для области, да и в целом для страны дает огромный эффект. Большое участие и внимание уделяет руководство Самарской области развитию компетенций и подготовке специалистов и поддержке производств, связанных с ракетно-космической промышленностью. И у нас очень хорошие связи и с ГАУ, и мы видим, как готовятся и специалисты, которые, безусловно, для нас очень важны и являются нашим будущим. Экологическое развитие России в интересах будущего поколения – так звучала тема Госсовета, которую провел в Москве президент России Владимир Путин. Участие в нем принял и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. В 2017-й стране объявлен годом экологии. Президент отметил, работа предстоит долгосрочная, на 20-30 лет. Важнейшие задачи – как минимум в два раза сократить количество загрязнений и вредных выбросов в атмосферу, сделать безопасными отходы производства и потребления. А их общее количество сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Свалки занимают почти 48 тысяч гектаров. В Самарском регионе сейчас идет работа по подготовке к строительству мусороперерабатывающих заводов. Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний уже реализует свои программы по охране окружающей среды. Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание. Предстоит большая работа и с населением. Это сортировка мусора. Я думаю, к лету мы выйдем на проекты, которые основные зоны – Самару, Тольятти, Сызра. Там, где у нас практически 80-85% мусора, чтобы можно было цивилизованно в итоге обращаться с ними. Риск каждый день. Сегодня у российских спасателей профессиональный праздник. Ровно 26 лет назад в стране была основана их служба. В День спасателей в регионе поздравлений принимают свыше десятка тысяч тех, кто каждый день готов шагнуть в огонь и воду, чтобы сберечь человеческие жизни. О непростом выборе. Алена Чемерис. Если бы была возможность вновь выбрать профессию, он опять стал бы пожарным, говорит Андрей Онищенко. В МЧС служит уже 14 лет. В 2010-м участвовал в тушении лесных пожаров. Сегодня обучает личный состав. Но при необходимости все так же готов шагнуть в огонь. Украина задача – перебороть этот страх и сделать свое дело, выполнить задачу. Первые подразделения пожарной охраны появились в Самаре 175 лет назад. Сегодня в региональном МЧС трудятся свыше 9 тысяч человек. В День спасателей лучшим вручают награды. Это люди, которые каждый день готовы прийти на помощь и которые делают свою работу для того, чтобы помочь людям спасти жизни в трудной ситуации, оказать помощь при стихийных бедствиях. Профессиональный праздник отмечают у сотрудники Центра по делам гражданской обороны. Поздравляют у тех, для кого спасатель не профессия, а жизненный принцип. В сентябре Игорь Чурабаев, возвращаясь домой, увидел, как горят соседи. Проехать мимо не смог. Спас двоих детей, их мать и бабушку. Совесть не позволила. Надо помочь, потому что дом горит. Зачем приезжать? Страшно было? Нет, даже не думал об этом. Честно. За этот год только на пожарах мы реально спасли, наша служба, 328 человек. При дорожном транспорте, при ликвидации дорожного транспорта спасли 578 человек. Вот такие результаты. Ради этого стоит и работать, и рисковать жизнью. Тех, кто заблудился в лесу, попал в беду на воде, выручают сотрудники региональной поисково-спасательной службы. Благодаря их усилиям в этом году удалось спасти около тысячи человек. Спасатель – это, прежде всего, человек, который должен иметь чувство долга, достоинство, обязательно чувство меры и, конечно же, чувство сострадания. Самарские спасатели не раз становились победителями международных и всероссийских соревнований. Сегодня они входят в десятку лучших в стране. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Уничтожили более 130 тонн контрафакта. Самарская таможня подвела итоги работы за 16-й год. Из незаконного оборота за это время изъяли почти 120 тысяч нелегальных продуктов, стоимость которых оценивается в 29 миллионов рублей. Как обеспечивалась экономическая безопасность региона, знает Сергей Ромашов. В этом году Самарская таможня довольно часто находила запрещенные к возу в страну яблоки. Только неделю назад служба уничтожила почти 20 тонн этого продукта. Санкционные яблоки – не самая страшная находка Самарской таможни в этом году. Благодаря этой службе в Самару не попало почти 4 килограмма наркотиков. Всего с января проохранительные органы возбудили 6 уголовных дел по материалам ведомства. В таможне считают – залог успеха, планирование и новые технологии. В целом Самарская таможня справилась с задачей, которая была поставлена перед Самарской таможней. Как вы знаете, Самарская таможня является полигоном в Привозском федеральном округе, чтобы использовать новые технологии. На сегодняшний день у нас электронный декларированный через интернет составляет практически 100%. По итогам 2016 года Самарская таможня традиционно вошла в тройку лидеров Привозского федерального округа. Так постслужбы в аэропорту Курумыч занял первое место, а на автовазе – второе. Таможня интеллектуалов. То есть работают очень интеллектуальные люди, которые, можно сказать, так продвигают все перспективные таможенные технологии. На сегодняшний день Самарская таможня занимает лидирующие позиции по внедрению автовыпуска, авторегистрации. Лучшим по итогам года таможенникам сделали бесценный подарок – наградили медалями. Сергей Ромашов, Константин Головин. События. Полторы сотни законов и почти четыре сотни постановлений. Депутаты Губернской думы тоже сегодня подвели итоги работы за год. Этой осенью поменялся состав областного парламента. Ему предстояло принять бюджет в непростых экономических условиях. Что еще успели сделать депутаты под занавес уходящего года, узнаем у Марины Кравцовой. Строители стадиона «Самара-Арена» не будут платить налог на имущество. Льготу одобрили депутаты Самарской губернской думы. Она будет действовать с января следующего года и до момента передачи стадиона в собственность области. На последнем в этом году заседании областные парламентарии сосредоточились и на социальной сфере. Так, семьи, воспитывающие трех и более детей, в том числе усыновленных и приемных, будут пользоваться теми же льготами и получать ту же поддержку, что и многодетные семьи. Таких семей в регионе больше четырехсот. Одобрили и еще одну инициативу. Теперь многодетные родители не будут платить транспортный налог на один автомобиль мощностью 110 лошадиных сил. Раньше лимит был только 100 лошадиных сил. Дополнительную поддержку получат и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые учатся в выпускных классах. К окончанию школы им выплатят по 5 тысяч рублей. Появится в регионе и еще один праздник. Поздравлять будут не только матерей. Ежегодно в первую субботу ноября будут отмечать День Отца. Изменения внесли и в бюджет этого года. Сократили часть расходов. Сэкономленные деньги, а это больше 500 миллионов рублей, пойдут на поддержку профессиональных спортивных клубов Самарского региона. Мне хотелось подчеркнуть очень серьезную и активную и большую работу совместно с правительством Самарской области по отработке и принятию бюджета. Самарская губернская дума является лидером среди других субъектов Российской Федерации по законодательным инициативам, которые направляются в Государственную думу. И мы являемся лидерами с точки зрения поддержки вот этих инициатив Государственной думы. Перед Новым годом подвели и итоги работы. Губернская дума в уходящем году не только обновилась, но и приняла полторы сотни областных законов и больше 350 постановлений. В Государственную думу направлено 13 проектов федеральных законов. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Наша бронза. Опорный вуз региона Самарский государственный технический университет вошел в тройку лидеров самых востребованных инженерных учебных заведений России. За какие заслуги, выясняла Мариана Мирная. Этот инновационный самолет – совместная разработка студентов с разных факультетов технического университета. Беспилотник создан для мониторинга состояния сельскохозяйственных полей. На нем установлены различные спектрометры, камеры, которые отслеживают состояние культур, которые выращиваются на полях и передают эту информацию на какую-то наземную базу, где она анализируется как аппаратными средствами, так и при помощи специалистов. Подобные инновации в опорном вузе – не редкость. Отсюда и результаты, которыми можно гордиться. Самарский политех в тройке востребованных российских инженерных вузов после Москвы и Петербурга. Успехи связаны не с сегодняшним днем, а с полномерной работой в течение долгих лет, в настраивании коллектива, в привлечении талантливой молодежи сначала в аспирантуру, потом на кафедры преподавать, в научную работу. И вот эта вот полномерная работа нам и позволила добиться таких результатов. В опорном вузе на достигнутом не остановится. Реализовывать программу развития помогают ведущие ученые из России и зарубежья. Каждую неделю в политехе они ведут открытые лекции. Марьяна Мирная, Максим Гусев, Артем Сулайманов. События. Даешь 2000 тонн снега в день. Городские власти ставят перед коммунальщиками высокую планку. Сейчас службы благоустройства в основном работают ночью, когда магистрали пустые, а тротуары свободны пешеходов. Но в праздничные дни рабочие будут трудиться круглосуточно. О перманентной борьбе со снежной стихией репортаж Марины Матвейшиной. Чудные погоды, стоящие в наших краях, держат в тонусе коммунальщиков и службы благоустройства. За сезон уже вывезли из города более 100 тысяч тонн снега. В прошлом году к этому времени на полигоны выгрузили всего 65 тысяч. Каждый день несколько рейсов совершают около 70 самосвалов. Вывозят снег в основном ночью, днем на дорогах слишком загруженный трафик. В выходные работа усиливается, докладывает первый вице-мэр Владимир Василенко. Она будет организована в период новогодних праздников. Мы не будем возить снег только первого числа и не будем возить снег 7 января. Все остальные дни будут организованы в круглосуточном режиме. Каждый день на уборку дорог выходит около 300 единиц спецтехники. Дворы и тротуары чистят мобильные малогабаритные погрузчики и дворники. На борьбу со снежными заносами брошены все силы. Хотя этого и недостаточно для большого города, говорит глава Самары Олег Фурсов. В условиях существующих будем работать. И есть приоритет по дорогам. Мы, исходя из этого приоритета, город вычищаем. Я думаю, если погода даст нам передышку, то мы достаточно организованно снег вывезем. Несмотря на праздники, работу коммунальщиков будут жестко контролировать административные комиссии районов. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. До Нового года осталось 4 дня. Самара уже облачилась в праздничный наряд. Улицы вспыхнули миллионами искусственных светил. 9 световых фонтанов радуют глаз в нескольких районах города, даже в отдаленных. На столбах светятся фантазийные консоли. На Гагарине распустились цветы. На Авроре ожидается звездопад. На управленческом прицельную борьбу ведет Кубидон. А на проспекте Ленина футболисты стремятся к победе. Предвестники чемпионата мира по футболу в 2018 году. Впервые в этом году украсили стволы лиственных деревьев. Более полутора тысяч. Все вместе это создает эффект декораций к рождественским фильмам. В условиях жесточайшего экономического дефицита мы видим, как в последние годы город преображается. Сколько появилось светодинамических скульптур. Это радует жителей. И мы все, конечно, гордимся тем, что к нам такие вот элементы световые приходят. Время обыкновенных чудес. В Самаре завершилась ежегодная акция «Елка желаний». Воспитанники Центра помощи детям Иволга несколько недель назад оставили открытки с сокровенными пожеланиями. Теперь они превратились в реальные подарки. Куда приводят мечты, увидела наш корреспондент. Это спасибо самое искреннее и дорогое. Воспитанники Центра помощи детям Иволга вновь получили заветные подарки на Новый год. Машинки, куклы, мозаики, планшеты, перечень желаний у ребят широк. А счастье в детских глазах бесценно. Красивый сон превратился в явь, в реальный. И уж извиняюсь, сам большой взрослый, а находясь здесь, думаю, то ли это я делаю, то ли кто-то праведной рукой направляет. Это ощущение торжественности и веры в сказку. Дарить детям праздник – традиция Самарской городской думы. Несколько недель назад депутаты сняли с елки открытки с пожеланиями ребят и обязались исполнить их мечты. И вот долгожданный момент. Дети с непростой судьбой снова начинают верить в чудеса. Тут не потеряли какие-либо затраты, да, так сказать. Нужно просто раскрыть пошире свое сердце, да, так сказать, и проявить вот такое человеческое участие. И как в канун Нового года, конечно, это более сказочный период и повседневной нашей жизни. Благотворительная акция «Елка желаний» в этом году завершена, но обязательно продолжится в будущем. Депутаты готовы каждый год становиться снегурочками и дедушками-морозами. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Все на бал. В музее Алабина устроили настоящий маскарад в духе 19 века. На входе строгий дресс-код для дам. Вечернее платье в пол для кавалеров – брючный костюм. В программе «Вечера полонез» – испанский вальс «Кадриль». Обучить старинным танцам обещают даже новичков. Для них подготовили мастер-классы. На бал отправилась и Валерия Макарова. Это полонез – танец приветствия. С него начинался почти любой бал. От традиций не стали отступать и на Самарском бале-маскараде, пусть современном, но по канонам 19 века – времени расцвета бальной культуры в Самарской губернии. К этому времени танцы развивались, достигли своей вершины развития. А дальше новое время, 20 век, и танцы сменились, эпоха сменилась, сменилась музыка, и появилось много влияния других культур. Поэтому 19 век является такой вершиной развития исторических танцев. Даже на современном балу принято соблюдать дресс-код, вечерние туалеты и маски. За этим уже на входе следят солдаты в исторической форме. Никита Мамонов – студент исторического факультета. Правда, сейчас он пехотинец наполеоновской армии и признается, что униформа у французов была неудобная. Она максимально приближена к оригиналу. Даже если посмотреть на пуговицы, то они с маркировкой этого полка. Почувствую, как-то неудобно в первую очередь, поскольку этот огромный кивер, который у меня на голове, от малейшего движения головой он тянет ее в ту сторону, куда я его наклоняю. И, безусловно, очень неудобные сапоги. Человека, не сведущего в исторических танцах, их разнообразие и замысловатое название могут поставить в тупик. Марш герцога Карла, контрданс, прихоть лорда Байрона, вальс, ветер с гор. Однако большинство танцев можно выучить прямо в процессе, поэтому на балу немало новичков. Я первый раз принимаю участие. Мне очень интересно попробовать, что это вообще такое. Я готовилась только к вальсу погонения. Я знаю, что будет еще и испанский вальс и кадриль. Вживую окунуться в историческую атмосферу можно только при исторической реконструкции. В силу того, что наши мраморные залы слишком велики, и мы не являемся дворцом, а классическим зданием, то, естественно, бал немножко изменяется. Но все же таки антураж добавляют настоящие фондовые музейные предметы. Старинные вееры, уж точно повидавшие не один бал, теперь лежат под стеклом. Музейным экспонатам остается только наблюдать, как современные пары кружатся в танцах 19 века три часа подряд. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Реветь белухой. Расхожий вразеологизм, знакомый многим, но не все видели настоящую белуху и вряд ли слышали, как она на самом деле ревет. А вот Мариане Мирной удалось, она посетила передвижной московский дельфинарий, который приехал в Самару с гастролями. Чем поразили морские обитатели нашего корреспондента? Смотрите в следующем сюжете. Они поют, разговаривают, рисуют красками и показывают невообразимые фокусы в воде. Морские обитатели, которых не встретишь в обычном зоопарке. За их таланты им, конечно, полагается угощение. У них не дрессировщики, а тренеры. Только наладив личные отношения с дельфинами, можно добиться результатов. Все тренировки мы делаем в виде игры, в игровой форме. Ну, разумеется, вы сами представляете, да? То есть, животные у нас морские, то есть их стихия вода. Ну, то есть, что-то их противоестественное, сильными методами в воде заставит абсолютно невозможно. Поэтому нужно с ними подружиться, договориться, чтобы это, в первую очередь, было интересно им. Потому что, если им это неинтересно, то они делать ничего не будут. Белый кит Данди – редкое животное, которое поражает не только своей красотой и грацией, но и интеллектом. Он совершает виртуозные маневры в малой воде. На смену приходит морской котик Боб, умиляя умением ходить на передних или задних ластах. Последний номер от влюбленной пары дельфинов. Друзья, не зря говорят, что перед Новым годом сбываются все мечты. Вот у меня сегодня детская мечта сбывается. Я впервые вижу настоящего белого кита, морского котика и дельфинов. Можно я тебя потрогаю, мой хороший? Можно? Можно? Иди ко мне, иди. Одно из первых представлений для особых детей. Поездка организована совместно администрацией дельфинарии и департаментом соцзащиты Самары. Настоящий праздник для ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для детей, которые находятся, воспитываются под опекой, в замещающихся имя, это дети с ограниченными возможностями. Для них это кусочек счастья побывать зимой, в такой летней, хорошей, непринужденной обстановке и пообщаться именно с животными, тем более с дельфинами. В дельфинарии будет работать все новогодние праздники. И во время каждого представления настоящие народные артисты получают улыбки своих зрителей и аплодисменты. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. С 1 января 2017 года в силу вступят новые требования к перевозке детей. Теперь для этого можно будет использовать только автобусы не старше 10 лет. Машины обязательно должны быть обеспечены тахографами и ремнями безопасности. Кресла в салоне должны стоять строго по ходу движения. Об этих критериях рассказали на заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха детей. Также на встрече обсудили возможность установки в детских лагерях кнопок экстренного вызова полиции. Независимо от того, что произошло, без выяснения причин, обстоятельств, на место будет выдвигаться экипаж либо представителей Главного управления Министерства внутренних дел, патрульные экипажи, либо представителей структурных подразделений Росгвардии по Самарской области. Обращаюсь просто убедительно ко всем тем взрослым людям и туристические фирмы, просто родители. Активная общественная позиция – это замечательно. Но только не забывайте о том, что когда вы организуете поездку детей, участие детей в каких-то мероприятиях, это в первую очередь ответственность. Первый кубок Самарской области разыграли универсальные бойцы со всего Поволжье. Сборная 63-го региона завоевала 11 медалей. С подробностями Сергей Кизоркин и его новости спорта. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Сергей Ворожейкин долго не мог выбрать, чем заниматься – боксом, вольной борьбой или рукопашным боем. Самарский универсальный боец побеждал и становился призером на разных турнирах, пока не пришел в новый вид спорта для Самары. Бои без правил и понял – это то, что надо. На ринге рефери разрешает побеждать почти любым способом. Удары локтями запрещены, удары коленных позвоночник, пах в область. Первый кубок Самарской области по смешанным единоборствам собрал на ринге 8 сборных команд из разных регионов Поволжья. 7 весовых категорий, более 60 спортсменов. Из них более половины – местные из Сызрани, Тольятти и Самары. Наш вид спорта достаточно молодой. С 2012 года зарегистрировалась Федерация смешанного единоборства России. Мы начали уже свою подготовку юных спортсменов. Но основная часть бойцов, титулованных, это в основном бойцы, которые пришли с других видов единоборств и выступают по нашим правилам уже. На десерт организаторы приготовили любителям ММА четыре профессиональных поединка. В одном из них за победу сражались девушки из Тольятти и Йошкаролы Мариэл. Профессионализм всегда – это что? Зрелищность. И даже для обывателя это прежде всего бои, гладиаторские бои. Это всегда привлекает внимание. Зрители любят красочный женский профессиональный поединок. Первый кубок Самарской области по боям без правил среди любителей остался в Самаре. Из семи весовых категорий в четырех наши спортсмены завоевали золотые медали. В призовую копилку удалось положить еще четыре серебряные награды и три бронзовые. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. «Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой». Ну а наш выпуск на этом завершен. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...